Ну что, привет интернет! Мы продолжаем составлять это портфолио казахстанского интернета, казахстанских медийных персонажей. И сегодня у нас Фима Иванов в студии, в нашей импровизированной. Много постоянно в фейсбуках, на телеканалах, там, там, там. Я постоянно на тебя натыкаюсь. То есть отсюда я сделал вывод, что какой-то парень по меньшей мере необычный. Потому что, ну, там Фима, тут Фима. Вообще, Фим, ты, какая официальная версия, вот ты чем занимаешься? То есть, ну вот, мне задают часто, там, в школе особенно. У тебя детей нет еще? Нет, нет. Нет, ну это такое наживное дело. Приходит дочка, и учитель спрашивает, кем папа работает. Я последнее время угораю, говорю, напиши блогерам. Вот, то есть, ну вот. СММ-хин. Да, я не понимаю, да, кем папа работает уже, там, 40-й год, да? То есть, вот, давай твою версию. Во-первых, здравствуй, Слава, спасибо, что ты меня пригласил к себе. Хорошая студия. Хорошая студия. Хорошая студия, да. Нормальная, да. Ну, в первую очередь, конечно, я телеведущий. Я пытаюсь сниматься в нашем отечественном кино. Ну, почему пытаюсь? Потому что актер, слово это очень, оно такое великое. И я не могу сказать, что я вот актер. Как у нас, знаешь, снимутся пол раза в фильме и говорят. Я актер. Да. Чувак. Как там его зовут? Хотя, в принципе, нигде никогда не мелькал. И я пишу стихотворение. Вау. Вот это интересно, слушай, часть твоей натуры. А можно что-то из раннего сразу? Из раннего сразу? Ну, раз ты уже заговорил об этом, давай послушаем. Потому что стихотворение это такое... Прямо из раннего. Ну, не знаю, ну, то, что ты считаешь важным сообщить миру. У меня есть еще такой, наверное, маленький минус. Я плохо помню свои стихотворения, но некоторые я помню. Поэтому я, наверное, зачту то, что я помню. Конечно. Забудьте все, что я когда-то говорил. Порвите все, что я когда-то написал. Простите вы, что вас когда-то не сберег. Простите вы, что вас тогда не удержал. Но где-то там, внутри моей души, живете вы. И плачу я о вас. Пусть говорят, как вас я не любил. Но я-то знаю, что люблю я вас. Внутри меня живет кусочек счастья, любви, тепла, заботы, доброты. Пусть не вдвоем. На свете все бывает. Да, я не с вами. Не со мной, увы. Но как-нибудь увижу вас я. И вы мне улыбнетесь невзначай. Тогда я вам скажу всем сердцем. Здравствуй. А здравствуй – это не прощай. Можно вообще интервью не писать. Я что-то так сел, что так задумчиво, хорошо. Фима стихи читает. Фима, да, читает стихи. Как слышишь их ночью? У тебя там озарение к тебе приходит. Как это вообще? Озарение приходит тогда, наверное, когда ты что-то почувствовал. Потому что я очень давно, у меня был такой дневник. И я в нем написал. Стихи пишут, потому что их невозможно не писать. Я пишу также песни. Я нашим некоторым звездам пишу песни. Вот так. Да, и я не знаю, как это пишется. Ну, конечно, по заказу пишется то, что ты ко мне придешь и скажешь, Фим, нужно написать. Да. Ты мне продиктуешь свою мысль. Я ее излагаю, твою мысль. А когда я излагаю свои стихотворения, то я вот про хандру написал недавно. Осенняя хандра. Ну, давай. Прошу из-за идеи. Я не помню, я возьму телефон и прочитаю. С телефона, быстро. Я подсмотрю. Осенняя хандра. Прошу из-за идеи. И в клетках озорного бытия я напишу, что человек давно потерян. А с ним, возможно, и потерян я. Вот так вот. Слушай, а сколько тебе лет, Фим? 28, скоро будет. Что-то так рассмеялся. Ну, нормально. Ну, и как полет? Вообще, как ты вот? Сейчас же какое-то вот время странное, да? То есть, ты вот... Ну, как нормальное время? Ну, как бы, как по мне, так немного оно необычное. Что пугает? Меня ничего не пугает. Ты вот просто как поэт, да? Такой более заостренный, да? Такой провод. Изоляция там немножко снята, да? То есть, как вот ты видишь, что вокруг вообще происходит? То есть, вот нарисуй какую-то такую, знаешь, вот московую картину мира, да? Такую гротескную. Ну, не знаю, не гротеск, но любую. То есть, неважно, да? То есть, вот как ты видишь, то есть... Это же интересно. Как я вижу вообще мир или какой-то телевизионный? Ну, как видишь, то есть, ну, у тебя, если ты телеведущий, у тебя большая часть мира, да? И через призму телевидения видна, да? Там ты сквозь камеру где-то на мир смотришь. Ну, и в том числе... Ну, я сам по себе такой человек, который, наверное, вмещает в самом себе несколько персонажей, которым я как-то даю раскрыться, а потом он замолкает, открывается другой. Лично мне не хватает какого-то юмора. Вот именно на нашем телевидении мне не хватает больше юмора, потому что я смотрю какие-то концерты, я смотрю какие-то такие более серьезные премии и так далее, и тому подобное. Ну, нас все боятся, потому что все еще не привыкли. Ну, ты хочешь юмора какого-то стендаповского, вот такого а-ля комеди, в смысле? Просто шутить. Просто не обязательно он должен быть. Может быть, это какая-то написанная заранее шутка, что импровиз – это хорошо продуманный импровиз. Ну, нет, ну, я согласен. Ну, просто юмор же тем такая тонкая, да? То есть есть у нас там петросяновский юмор, да? Там есть юмор там Задорного, да? К примеру, вот я говорю, есть там юмор комеди, да? Всего по чуть-чуть, потому что у них же свои шутки. Каждая шутка комеди больше пошлятина, правильно? Они смеются там половыми органами, ну, чаще всего. И сортирный юмор, он прокатывает всегда. Потому что, ну, сейчас вот смотришь там Павел Воля, Марти Росян, они шутят по-другому уже. Потому что, ну, надоели, наверное. Им самим эти шутки надоели. Мы же внутри растем, мы растем, развиваемся. Помнишь, как в песне? Люди влюбляются, люди женятся. Так и тут. Поменял свой взгляд. Я раньше тоже шутил о письках очень часто. И мужских, и женских. Потом я понял сам для себя, что мне это не нравится. Если мне это не нравится, значит, я буду... Ну, я вот... Я смотрю, и я считаю, что... Либо, наоборот, знаешь, какие-то серьезные передачи. Потому что, ну, бывает, что говорят, но говорят не на тему. То есть, как у Малахова, да? Не пусть говорят, но никогда до конца не раскрывают что-то. Конкретно. Мне очень нравится Познера. Вот у Познера отличная передача. Вот что-то вот такого, может быть, нашему телевидению не хватает. Чтобы к нему пришел серьезный человек. Ну, наверное, Познеров не хватает. Ну, конечно, конечно. То есть... А наши боятся. Когда, я помню, давно очень разговаривал с Ромой Альманским. Он предлагал сделать такси-передачу. Ее еще не было в России. Ему сказали, Рома, ты что, дурак? Кто это будет смотреть? И со временем сделали эту передачу. Ну, то есть, кто-то догадался раньше, кто-то просто боится этого. Так и здесь. Ну, такси-то. Популизация, популизация. Такси-то, по-моему, вообще не страшная программа. Ну, сел туда чувак, всякую херню у него спрашивают. Он всякую херню отвечает. В смысле? Ну, и они, походу, едут и денег дают. Там ничего, не знаю, ни остро-социального, ни остро-политического. Вообще, там никакого острого в целом нет. Просто такая развлекуха. Ну, у нас же как-то передачи делаются. Нужно же заинтересовать всех. Нужно всех заинтересовать. Когда все заинтересованы, тогда делаются передачи. А вот у нас много вообще, я не знаю, насколько ты в предмете. То есть, у нас, я же знаю, телевидение делается примерно следующим способом. Что, допустим, новости, естественно, что всегда телевидение делает само. А вот всякие сопутствующие программы отдаются как бы продюсерским... Продакшенам. Да, продакшенам. И вот, по моим ощущениям, этих продакшенов, в общем-то, там, ну, от силы 10. И вот эти 10 продакшенов генерят перманентно контент вообще там, ну, чуть ли не на все казахстанское телевидение. Я просто, я сразу оговорюсь, я не очень в предмете, но вот мне как-то так видится. То есть, ну, допустим, есть Оружан Сайн, да? Ну, вот замечательный человек, отличный журналист, много делает для людей. Вообще, Оружан, привет, все супер, да? Она делает там три программы. Ну, к примеру, то есть, это разминка, еще какая-то там, вот такси, по-моему, она же, да, продюсирует, если я не ошибаюсь, да, с Муратом. Как бы, ну, и там, ну, еще там пару-тройку программ, да, то есть, ну, она умеет это делать, она хорошо это делает, да, несколько программ там делает, допустим, Баяна и Сентаева, да, но это вот то, что вот на слуху, да, то, что я знаю. Есть еще там продюсерские центры, допустим, там, но по моим ощущениям их немного. Ну, да. Ты вот, ты вот... Я в одном из них. Вот так вот. Ты в каком? Да, вот Шейх Исламов, Сабит, у них большая восьмерка. То есть, а что делал этот центр, то есть, какие программы? Они же сериалы снимают, городские легенды, шоу сто процентов, в котором мы тоже принимаем участие. Ну, ну, я прав, да, их немного, этих продюсерских центров, то есть, мне просто вот самому интересно, то есть... Ну, да, конечно. Ну, сколько по твоим ощущениям? То есть, это вот... Наверное, ну, 5-7. Таких вот хорошего качества, да, которые вот умеют делать, которые вхожи на каналы. Не просто там три пацана собрали, сейчас мы там... А вот ты замей... Сейчас мы генеральному зайдем. Не, ну, собственно... Пока же мы вам будем шоке. Слушай, а нельзя так, да, вообще так? На телевидении не бывает. Просто ты вот, как ты пришел на телевидение, потому что, смотри, вот, там, я не знаю, лет 15 назад туда вот много людей стучалось. Сейчас, мне кажется, этот процесс немножко, как сказать, подрассосался. То есть, туда, ну, народ туда, как бы, ну, вот, они что-то придумали. Не тянет, да. Ну, они боятся туда идти, потому что... Это, во-первых, адский труд сделать хорошо, качественно. Это кажется же, вот, как зрителю, что вот, там, снял передачу, и все. Ну, ты попробуй, сделай ее. Потому что иногда же приходится думать не только за себя, как за ведущего, а со стороны, ага, вот там вот, наверное, вот так вот поставил. А почему здесь не так? И ты ходишь, и всегда нервничаешь. Если, конечно, работаешь с профессионалами... Ну, там легче. Там легче, да, потому что каждый знает свое. Это очень-очень тяжело. Во-вторых, нужно же, ну, понимать, что людям надо, потому что наш менталитет. Что людям надо, Фим? Я... Скажи, я всегда считаю... Как художник художнику скажите уже, наконец-таки, что надо этим людям. Я всегда считал, что им надо хлеба и зрелищ. Это вечная такая тема. Когда люди бьют друг друга... Слушай, ну, когда там кому-то нож в спину втыкают, это же тоже зрелище, да? Кровище, это тоже зрелище, да? Там, убиенные младенцы и разрушенный французский замок, это тоже зрелище. То есть, это все зрелище. Поэтому программа на КТК, как Рейбер, она, наверное, одна из самых таких... Смотребельных. Да. Я сам смотрю ее, потому что включаешь, и такое ощущение, что ты не в Казахстане живешь, а... Ну, нафиг ты ее смотришь. Буйня какая-то. Как интересно в Семипалатинске, вышел человек с обреза там пятерых. Ну, это разве интересно? Мне, да. Ты какой. Фима. Поэтому я хочу и юмора. Нет, ну ты просто не смотри про чувака с обрезом, и все хорошо будет. Я почему-то... Я очень люблю телевизоры, я чаще всего, наверное, смотрю. Я в интернете больше читаю. А ты телевизор прям смотришь? Конечно, все время смотрю. Да ну. Да. Ну, скажи, какие каналы, какие программы. Ну, вот я понял, что Рейдер смотришь. Ну, в 31-м ты на себя любимого смотришь. Нет, на 31-м я смотрю. Это очень прикольно. Такой силу возле экрана. Работа над ошибками. Я думаю, что вот именно этот фильм я давно не видел. Я пересматриваю, и мне очень нравится. Ты как бы созвучен, то есть вот с тем редактором, который плейлист составляет. Они молодцы, да. Вот я бы так не смог составить. Это как, знаешь, музыкальное какое-то предпочтение. То есть ты должен думать за такую огромную аудиторию, чтобы угодить. Да, это на самом деле очень тонкая, интересная работа. Это вот как на радио, да? Представь, какую эту песню поставить. Ну, может, ты, допустим, сегодня Цоя хочешь послушать. Но это же не значит, что там полный... И на Европе плюс. Да, что полмиллиона человек вот тоже там вдруг Цоя там захотят. Адский труд. Тонкий, интересный, да. Слушай, а вот про публичные выступления. Ну, ты же вот работаешь и в кадре, и, я знаю, ведешь там мероприятия. Ведешь же мероприятия, да. То есть вообще давай об этом поговорим. То есть как ты к этому пришел? То есть ты, ну, обычно говорят, еще в школе я был самым зайчиком-зайчиком. Занимался в драм-кружке. Вот. И собиралось много родственников. Я выходил, рассказывал стишок. Они мне хлопали, да? И вот поэтому я стал ведущим. Нет, никогда у меня не было. У меня вообще... Ну, супер. Вот хоть у кого-то так не было. Все детство у меня было в работе. Что ты делал? Ну... В детстве у меня, в принципе, было хорошее. Но я помогал отцу. У него был свой магазин. Я в нем торговал. С 9 лет я торгаш. Да. У меня двое братьев, с которыми я сидел, потому что родители работали. Я там готовил, убирался. Очень большой плюс, кстати, в готовке у меня. Такое самостоятельное. Да, и у меня никогда не было там вопроса, что... Я прогуливал школу, потому что я гулял с братьями. Когда мне кричала моя учительница, Иванов, ты что там делаешь? Я говорю, что вы не видите, что я делаю? Слушай, как классно все. Жестко было. Да. И как-то, когда вопрос... Уже вчера вы мне колбасу покупали. Вы не видели, что ли? Перетягу. Что это я вам колбасу продавал. Перетягу? Помнишь, Роял был? Да, да. Покупали же. Ужасный. Скидку продали. Очень страшный напиток, коварный очень. Никогда не пробовал? Да? Нет, я вот пробовал, поэтому я... Меня с ним целы. Я-то пить-то начал после 20 лет, что ты говоришь. А почему? Почему так поздно? Или почему начал? Нет, ну, почему начал? Ну, все начинают, да, там, или не начинают. Ну, это достаточно поздно для молодого человека, по-моему. А как ты и не пилоси, и не хотелось особо? Да некогда было. Я работал. Ну, так вот и здорово, да? То есть, ну, ты не находишь немножко странным? Из Азык-Тулыка, да, там, в одних самых там узнаваемых медийных лиц. Спасибо, это мне очень приятно, тем более из ваших уст слава. Нет, ну, пожалуйста. Нет, ну, согласись, это такое интересное, достаточно необычное. Я говорю, кто с зайчиком там всю жизнь, там, на елках там был. Очень случайно вообще у меня это все получилось. Ребята с моего города. Я сам с Приозерска, потому что все думают, что я с Бишкека, ребят. Я жил в Бишкеке, действительно, жил с какими-то обстоятельствами, мы переехали туда. Приозерск, это вот в Балхаше, это ящик, да, какой-то там почтовый, бывший. Военный городок. Ну, вот, да. Ну, это вот в районе Балхаша он находится. Да, 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 это ныне Карагандинская область, а бывшая Джисказганская. То есть, и ты там родился, да? Да, я там родился. То есть, ну, а вообще, ты почему сейчас сказал, что ребята, я не из Киргизии, в смысле, они все думают, что ты из Киргизии. Я жил в Бишкеке, жил я в Бишкеке с 99-го года по 2007-й год. Ну, тоже немало, 8 лет. Тоже немало, да. И все вот поголовно говорят, там, вот ты киргизский, да я, называйте киргизом. И вот когда, а как ты работаешь? Ты же киргиз. В смысле, визу, что ли? Да, ну почему у меня должен быть киргизский паспорт? У меня казахский, все у меня нормально с документами. И вот, знаешь, это вот какой-то наболевший вопрос у людей. Поэтому я сразу говорю, что вот переживают за мои крови. Фим, да люди вообще странные, мы сейчас еще об этом поговорим. Давай про сцену, как получилось. Я не знаю, как меня занесло. Не, ну, повспоминай. Занесло меня, сначала занесло меня в Алматы. Так, с Киргизией уже. Да. Не надо рассказывать, как занесло. Да давай, что-то. В смысле, раз ты так спросил, значит, как-то интересно занесло. Ну нет, как занесло. 150 долларов у меня в кармане было. Я приехал сюда, встретила меня моя сеструха, Катюха Краснова. И я поселился в шикарные апартаменты за 100 долларов. Восьмером мы должны были там жить. Это контейнер был? Это был контейнер за парком Горького. Серьезно говорю. 100 долларов я отдаю. И получается, у меня остается какой-то минимум на житье, бытие. Я пошел. Очень я запомнил свой первый день в Алматы. Сразу на 31-й, да? Сразу, конечно. Играть так играть. Берите меня. Пожалуйста. Пока деньги не кончат. Я стою напротив ЦУМа. Тогда еще там была сбоку огромная красная вывеска ЦУМ. Только я стою чуть ниже, на пастора. И подходит, я подхожу к девушке и говорю, вы не подскажете, где ЦУМ? А она такая фриковая девчонка. Она мне говорит, ты дебил. В смысле, он вот он, да? Мне ответили так, понимаете? Я в шоке был от того, как человек мне ответил, что я дебил. Я говорю, вообще-то нет. И тогда следующая фраза, вот ЦУМ. Я Катюша модель, и я тоже пошел в модельное. Где-то работать как-то надо. Но я-то ехал с целью покорить этот город. Ну, ты это, как многие, уголь на вокзал разгружать. Ну, ты как классическая версия. Я пошел в модельное. Что делать? Когда я зашел к Жене Коновалову, он так посмотрел на меня. Это Андерс, да? Да, да, да. У меня еще были такие нестильные джинсы, но по моим меркам они были просто охонь. Это был такой тренд Бишкека, да? То есть, ну, он тут как-то не очень всех поразил. Ну, у меня была очень крутая олимпийка. У меня была ушанка. Тогда в ушанках никто еще не ходил. Я купил адидаса. Я копил долго. Я, знаешь, как барон Ротшильд. Я не настолько богат, чтобы покупать себе плохие вещи. Его шикарное крылатое выражение. И я тоже копил, но на джинсы что-то как-то не сросло. Не, ну на ушанку зато хорошую. Да, и все смотрели на ушанку. Ладно, там это потом Джен мне сказал, Фима, сожгите эти джинсы. Не, ну, в смысле, да не надо было, это как память. И он мне говорит, ну, я смотрю, вроде парень, ты нормальный. Я говорю, ну. Но я уже понял, что нужно быть наглым. Он говорит, какой рост у тебя? Я говорю, метр восемьдесят семь. Он говорит, а ходить умеешь? Я извиняю за мой французский, я просто... Я говорю, ем мне ноги. Подходит, говорит, парень. И через, по-моему, недели три мы уже на КФВ. Для меня КФВ, ты что, как этого, это же нереально. Слушай, ну, а там, как сказать, ну, а какие там деньги, да? Платят мало, поэтому я еще пошел работать куда? Барменом. Куда? Барменом. Барменом. Так. Вот. Аклад у меня был хороший, тысяча долларов. У бармена? У бармена. Ух ты. Я и до этого просто работал в этой сфере. Какое-то модное заведение, зако сайта. Обычно им платят так... Ты знаешь, как они воруют деньги? Ну, в общем, да. Не будем об этом. Поэтому нам сказали, ребят, вы не воруйтесь. И мы вам просто... Мы вам нормально денег дожим. Но мы по-человечески и работали, и все хорошо было. Потом я доработал. Ну и у нас как-то так было. У нас все были там, все же модели, все красивые. Тут. А там кто кем работает. И потом у меня был мой товарищ, Ильдар. Он работал в ЦУМе. У него была своя точка, на Зеленом базаре была точка. И он говорит, слушай, я вот телефоны там паяю, собираю. И говорит, хорошие бабки там, в день по двадцатке мы рубим. Чего двадцатки? Двадцать тысяч тенге, тридцать тысяч тенге в день. Я прикинул, думаю, нифига себе. А что, я лох, что ли? Да, тут хожу целый месяц за двадцатку. В смысле, туда-сюда. Я пошел к нему работать. Влился, потом мы открыли уже отдельную небольшую точку. И понеслась работа. То есть я работал в ЦУМе, собирал сотовые телефоны, паял их. Слушай, ты это. Человек-пароход. Да, реально. Ты еще не спросил, чем я в Бишкеке занимался. Давай, интересно. Слушай, просто, не, ну, чем ты, Фима, в Бишкеке занимался? В Бишкеке я работал официантом, работал поваром. Поваром? Работал шашлычником. Ты прям шашлычником? Причем, знаешь, очень было смешно. Я работал сначала в элитном ресторане, а потом мы перешли. И нас как бригада официантов, которая может, ну, поднять кафе. Мы же все такие с ресторана, там, с правой стороны, с левой стороны, как убрать, что. И, кстати, очень сильно подняли кабак. Я жарил шашлык, приносил. И иногда паришься же, где-то там что-то не так, где-то чуть подгорит. И он говорит, так, кто шашлычник? Я говорю, а что вы хотели? Да, 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 ну, может, если кинуть, то вот тогда... Он говорит, передайте, что все очень вкусно. А, тогда я передам. Нет, я не говорил, что я, никогда не говорил, что я. Я говорю, обязательно передам. Или потом, кто шашлычник? Да, да, да. Я говорю, а что? Ты посмотри, там, в курице кровь. Я говорю, а сейчас я передам, он дожарит. Да, я ее выпью. И как-то прокатывал, наверное, месяца полтора, пока кто-то не вышел и смотрит. Я там, знаешь, эээ, ты там свои заказы забери. Мы же на французском разговаривали все, ты же представляешь, как это. Он говорит, так это вы, нет? Шашлычник вот этот, кровавый, кровавый шашлычник. А что, хорошо, кровавый шашлычник. Кровавый шашлычник. У меня история опять появилась. Мне кажется, там есть ограничения по времени, потому что мы долго разговаривали. Мишка, он работал в соседнем кафе, поваром и шашлычником. Он жил через дорогу, выходил, и как-то он ночью идет, у него тесак, топор в руке. Что-то там ему дома нужно было утром сделать. Поубить. Фартуки весь в кровище. Товарищи полицейские связали Мишку. Не, ну да. Причем он, бежат, а вы чего? Да, да, ножиком тут махнул. Интересно. Слушай, ну это хорошо. А вот давай... ТВ. Нет, не ТВ. Давай чуть-чуть про молодежь. То есть, ну вот получается, что ты у нас из той категории людей, которые сами себя делают. Так получается. Знаешь, что совсем недавно узнал, что все думают, что я мажор? Ну, ни хера себе, тот еще мажор. В смысле официант, бармен, модель, шашлычник. В смысле, ты какой-то мазохистский такой. Я, знаете, я люблю сам зарабатывать, поэтому я у папы не брал денег и говорил, да пап, да зачем мне бэн-то, я лучше пойду официантом поработаю. Да, покураживайся. Нет, серьезно мне говорят. С курицей, с кровью. Многие думают, что я прям такой избалованный мальчик в семье, в которой все хорошо. Знаешь, как это льстит, когда тебе думают, что ты такой богатый зазнайка, а потом, когда встречаются, знакомятся, думают совсем другое. Ну, мне кажется, это хорошо. Мне хорошо мажоров играть, я два раза уже сыграл богатого. Получается. То есть, это когда, знаешь, так смотришь, высота, как оденут, красота. Ну, ты ничего, да вроде бы. Да. Я тебя с мысли сбил. Да нет, у меня ее не было. Молодежь что-то там. Нет, я про молодежь хотел спросить, сейчас же вот к временам посвящается, да, я все в каждой программе, да, но мне многие даже спрашивают, Неруш, вот ты ненормальный, ты зачем одни и те же вопросы задаешь? Но я одни и те же вопросы задаю разным людям. Людям, да. Я смотрю твои программы. И спасибо, Фима. То есть, и как бы ответы-то разные у всех. Интересно получается, и я ищу не то, что там какой-то философский камень, да, то есть, но я пытаюсь понять вывод. Знаешь, как в книжках раньше, а как люди устраиваются, да, то есть, вот. И вот смотри, какая у тебя интересная судьба, да, то есть, там где-то... Она очень интересная. Где-то такая, Джек Лондоновская, то есть, он был там устрищным пиратом, помнишь, там, потом там устроился юнгой, там, на какой-то барико плавал там полмира, да, там, потом еще что-то, еще что-то, и вот потом потихоньку писать начал, да, вот у тебя же все уже, стихи-то начались. Стихи давно начались, еще с восьмого класса, как первый раз влюбился, так и поперлал. Ну, ты не верил, да, вот в это, то есть, обычно же, ну, вот, поверить, что ты творческий человек, это очень... Я не считаю себя творческим каким-то таким. Вот так вот. Ну, а как, каким ты себя считаешь, потому что, ну, смотри, там... Ну, я это делаю, потому что, во-первых, мне нравится. Вот вчера я был у одного музыканта на студии, и приехала моя подруга, она говорит, а зачем тебе это? Я вот хочу, там, свою какую-то музыку делать, да, свой какой-то взгляд. Ну, к сожалению, петь не умею, у меня будет такой рэп-поп, папа-рэп. Ну, то есть, попса, а он поет. Я говорю, ну, я это делаю не потому, что я там хочу на этом бабки рубить или еще что-то, вот. Я это делаю, потому что у меня есть свободное какое-то время, и я отдаю себя творчеству, такому вот, какому... Ну, я, если для тебя, например, мои стихотворения, это творчество, это мне очень приятно, потому что многие читают и говорят классно, а кто-то читает и говорит какашка. Ну, это нормальная реакция. Нет, это очень круто. Я давно не обращаю внимания на тех людей, которые говорят плохо и хорошо. Если бы все говорили плохо, то это было бы очень плохо. А если кто-то говорит плохо, кто-то говорит хорошо, значит, кому-то нравится, кому-то нет. И так вот ты и живешь, правильно? Кому-то нравится Фима Ивановна. И вот на эти 2% я и живу. Да. Между нравиться и не нравиться. Слушай, еще такой интересный вопрос. А что вот для тебя интернет? Потому что, ну, как мне видится, то есть, ну, ты вот в сетях, допустим, представлен достаточно там серьезно, там в Фейсбуке, да? Твиттер у тебя есть? Да. Твиттер есть. Я даже тебя читаю. Да? Да что такое? Вот. И как бы вот твоя картинка вот… Интернета? Да. То есть, потому что у всех она опять же разная. То есть, кто-то говорит, помнишь, как Москва слезам не верит, что вот скоро ничего не будет, театра не будет, кино не будет, будет только интернет. Ну, это Съедин, который никогда не смотрит телевизоры, который смотрит телевизоры. Я честно, я вот, я считаю, интернет, он, конечно, жизненно необходим. Это хорошо, что технологии развиваются. Раньше были просто большие сотовые телефоны, которые можно было убить, а сейчас сотовый телефон – дисплей. Понимаешь? Интернет хороший… Ну, ты, короче, юзаешь его, как бы, возможности, но пока еще так сильно глубоко в него не вдумывался, да? Нет, он распространяет очень сильную информацию, потому что благодаря интернету… Ты молодец, слушай, вообще, ты сейчас… Да, я открыл для себя… Ты фактически, вообще, ты просто… Открыл глаза, что ты никогда не видел. Нет, ну, благодаря интернету же появляются звезды, Бибер, Гага, это же не благодаря масс-медиа какой-то, а благодаря… Ну да, там что-то поменялось. Слушай, а что у тебя с литературой? То есть, вот многие говорят, что вот сегодняшняя молодежь… Не читает. Да. То есть, вот ты сегодняшняя молодежь, да, то есть… Я в основном историческое читаю, люблю про всякие пизанские башни, как-то, потому что мой брат читает очень много про войну и рассказывает мне, потому что я, честно, не могу читать о войне, мне напрягает. Я люблю Довлатова, я люблю Высоцкого. Я очень часто перечитываю Есенина и Цветаеву, как именно… А тебе вот чужая поэзия, она вообще, ну, условно говоря, доставляет? Конечно. Я почему-то вот… Мне сложно читать, потому что поэзия, она же такая очень тонкая, да, то есть там она пишется в момент каких-то разрывов таких вот человеческих. Конечно, конечно. И мне иногда… Ну, вот представь, у тебя такое мягкое, такое хорошее настроение, да, А ты начинаешь читать, а там человек, ну, вот, готов вот-вот руки на себя наложить, и он явно об этом не пишет, но он зашифровывает это в слова. Но вот это чувство его, суицидальное, оно тебе… Передается. Так или иначе передается, а ты вообще сидел, никого не трогал, да, ну, просто хотел к искусству прикоснуться, а тут тебе, па-дам, тебе как поцарапали, да, то есть, и вот поэтому мне с поэзией вот немножко сложно, потому что я прям чувствую, что они заразы хотели в этот момент над собою сделать. Нет, ну, я-то тоже это чувствую, но я очень легко, наверное, со временем научился переключаться. Ну, знаешь, как вот у нас бывает, когда приходишь на эфир, и там без разницы, какое у тебя настроение, умирает там кто у тебя или нет, массе все ровно, ты должен выйти и с улыбкой все это рассказать. Я сам по себе очень человек позитивный, я все время улыбаюсь, и даже если я что-то прочитаю, я задумываюсь на какие-то там, да, 2-3 минуты, как там, как он это прочувствовал, как у него было, почему именно так, а потом я забуду. А как вот ты заряжаешься, потому что как бы люди же публичные, которые много на людях, они же дают... Много энергии. Конечно, да, а как заряжаться, то есть... Я не знаю, я, наверное, вот у меня... Я и не разряжаюсь, да, то есть... Да, я просто, вот, моя жена, она сходит с ума... Подожди, ты говоришь, что ты не женат. Женат как? А, женат? А, ты говоришь, детей нет. Детей нет, да. А давно ли женат? Ну, полтора года, как уже мы вместе. Загрустил ты как-то сейчас. Нет, я просто задумался. Женат ли я? Нет, в смысле, чувак, который... Это был простой вопрос. Нет, обычно многие там говорят, вот там кольцо не носишь, там это не выкладываешь. Я вообще свою личную жизнь стараюсь никуда не выкладывать. Я один раз выложил в Инстаграм фотографию, а люди поругались. Поэтому я не хочу выкладывать. Никак-то не хочу. Нет, ну это нормально. То есть это такая, как бы, коза-ностра. То есть зачем туда пускать? Нет, ну, идейные личности, они делятся там на две большие категории. Те, которые вот закрыты, то есть про меня, пожалуйста, про все, что там мое внутреннее, да, то есть извините, до свидания, да, то есть или же те, которые вот показывают все время детишек своих там, у них все время программа «Пока все дома», она просто вообще живет там, в общем-то там пять выпусков уже про кого-то сделали. Ну и вот, и она мне говорит, что я дурак, она мне все время говорит, ты дурак, ты дурак, да. А что? Я не знаю, я просыпаюсь, не знаю, с ума сходить. Не, ну она чем-то мотивирует, смыслит. Моим странным поведением и, наверное, такой детской необузданностью какой-то, знаешь. Ну и здорово, может быть, это как раз-таки то, что в тебе и нравится людям, то есть... Ну да. То есть, не, ну а как она хочет из тебя задрота в очках сделать, то есть что это такое? Если побрить меня и одеть очки, то пожалуйста. Он получится, да? Нет, ну видишь, там... Ну мне кажется, тебе некомфортно действительно будет в этом образе. Быть серьезным очень легко. Многие говорят, вот веселить, вообще в целом веселить, это достаточно сложный труд. Да. Особенно быть серьезным, вот мы включили, вот я говорю, новости прочитать суфлера, да, которые бегут без запинки. Без запинки, ладно, сложно. А в целом передать новости, да, очень легко. А веселить народом, придумывать какие-то шутки, быть смешным, дарить улыбку, это по-мне адский труд. Я вот когда, когда после каких-то приватных вечеров, приватных, закрытых вечеринок выходишь, такое ощущение, что тебя не просто высосали, а ты... Потому что отдаешься. Не, ну правильно, так вот я что и спрашивал, а что ты потом делаешь? Чай, чай, сплю, и утром у меня опять... Такой, опа, батарейка зарядилась. То есть нужно быть таким, знаешь, как вот люди серьезные, и потом говорят, а я вот весельчак там такой, да. Я не знаю, как быть весельчаком, если ты вообще не весельчак. Он голустян жизни, он же очень смешной, забавный чел в жизни, а не так, чтобы он представляет, что если бы он голустян пришел, и ты там что-нибудь спрашивал его, он отвечал, ну да. Не, ну, голустян, ты знаешь, мне кажется, к такой породе людей относятся. Вот они, которые вот действительно, они родились вот уже с этой, вот он рожащный, вот просто, в принципе, он и не напрягается. То есть вот он органично вот такой вот смешной. То есть у него это, знаешь, как вот как дышать. То есть... Жететь, веселиться, кривляться. Это тоже какой-то там дар, то есть это вот не всем дано. Ну, слушай, а вот все-таки вот касательно публичных выступлений, ты как-то обучался, потому что, ну, ведь у человека самый большой стресс, это вот выйти на сцену, там, на камеру. Ты как вообще вот с этим... Как-то камеры никогда я не боялся. Очень боялся прямого эфира, да, прям сильно у меня... Хотя, да, я был один в комнате, но это так глупо, знаешь, когда ты стоишь и понимаешь, что через какую-то призму на тебя будут смотреть. Да никто на тебя не смотрит, мужик, расслабься. Какая камера, о чем ты? Делай все, что ты хочешь. Это ты на каком-то мусканале, что ли, боялся, стоял? Да, 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 да. И вот мне прям страшно так было. Это вот такие мальчики, которые стоят там и несут ахинею, да, там всякую, то есть там про музыку. Нет, ну, я... Ну, не про музыку, а дозваниваются люди, и они там с ними на теме разговаривают. Вот так вот. Вот так вот, да. Ну, тоже интересно, слушай. Ну, я несу страшный бред. Секс по телефону, да? Да, да, да. Причем все пытаются отсексить твой мозг, да? То есть, и что спрашивают? Я просто, ну, ну, это, в принципе, неправильный вопрос, что спрашивают, я знаю, что спрашивают. Нет, есть же определенная тема, на которую разговариваем. Есть какие-то серьезные темы, но на серьезную я обычно не люблю разговаривать, но это не мое. Ну, вот обсуждаешь, там, женщина за рулем, плохо это или хорошо. Не, ну, да. Знаешь, звонят женщины и говорят, что мужики тупые, потому что по статистике больше всего аварий из-за мужиков, потому что они думают, что они проскочат, что у них зверь-автомобиль с объемом 1 in 3, понимаешь? Такие глупости минимум. Нет, по статистике мужики больше попадают в аварии, потому что их просто по статистике за рулем больше. Просто вот в процентном соотношении, то есть там я не думаю, что там все вот из-за этого, то, что ты говоришь, да, ну просто их тупо зарублю. Мы очень много, кстати, прочитали насчет этого, и женщины там и внимательнее, у них больше плюсов. А она лишний раз не пролезет. Ну, согласен. Сейчас посмотри, как ты говоришь, вон девчонок сколько, они таксуют уже. В камбис роковка останавливается и говорит. Да нет, ну она может тебе склеить хотела там. Да какой склеить? Деньги взяла, да, все-таки. Нет, иногда подвозят бесплатно, бывает такое. Но обычно, особенно почему-то в аэропорту, когда видят меня, они стараются 7-10. А узнают уже вот, ну, узнаваемость вот на улицах? Я бы не сказал, что прям супер, но в основном тыкают пальцем, потому что я как-то для них, для простых людей. Это шутка. Странно одеваюсь, но у меня там то линзы в глазах, то еще какая-нибудь ерунда. Линзы в глазах, в смысле, ты красные какие-то? Черные. Мама, мама, смотри, киборг. Какой шпак. Нет, ну а нафиг ты линзы черные. Друзей люблю я, понимаешь? Ну, потом не удивляйся, в смысле, что тебя дети боятся. Дети не боятся, дети меня любят. Сказал я так. Дети тебя любят. Нет, это действительно так. Да, узнают, в Киргизии фотографировались. Писали люди, с которыми я про свой город же рассказывал, писали оттуда, говорят, ой, мы включили телевизор и увидели тебя, Фима. И после этого мы нашли тебя ВКонтакте. Это так приятно. Этого чувака, не знаю, лет 20 не видел. Тут, знаешь, соотношение. Очень приятно, конечно. Алмата зажравшаяся, честное слово. Вот когда ты приезжаешь куда-то в регионы, греха таить в Вастану-матушку. Да. Люди к тебе подходят, там руку жмут. А почему? Потому что выходишь летом в Вастаня на улице и никого. Да, тут они просто радуются, что прохожие. Ого, человек! Понимаешь? Ну, приятно, конечно, приятно. Кому не приятно. А что Алмата зажравшаяся? Ну, потому что мы же все уже видели, мы все знаем нам. Лишний раз они говорят... Простые смертные. Нет, люди говорят, да... Нет, нет, ну что-то вот... Хотя пырится она тебе. Где-то видел. Потом, оказывается, в процессе разговора они и передачи смотрят, и твои шутки некоторые знают, и потом... Почему нельзя сказать? Вот я знаешь, я если знаю человека, я открыто скажу, я знаю. Я этого не стесняюсь. Если я не знаю человека, я скажу, я не знаю. Но так как я, например, я в этой сфере работаю, конечно, я практически всех знаю. Мне не стыдно подойти там первым, поздоровываться к человеку. Наши же смотрят на тебя с какой-то такой вышки и думают, что сволочь. Не, ну это всегда так было. Сволочь-мажор, я забыл сказать. Да, сволочь-мажор. Не, ну ты почитай вон там классику. Всю жизнь там через Лорнет смотрели, знаешь, так это свысока на всех светских там раутах. Да непризрительно просто... Так вот светские люди наоборот проще на тебя смотрят. Вот светские, они проще смотрят. А вот люди, которые пишут тебе, ты мудак. Спасибо большое. Прям пишут, да. Да, прям я счастлив. Гадости в интернете пишут не менее. Да. Ну это может там, я не знаю. Особенно под твоим видео. Ну, это интернет, детка. Тут это как бы нормально. Плохо, если вообще ничего не пишут. Конечно, это ужасно. Лучше пусть меня... Представь, там вышла программа или там что-то там вообще такая тишина. Ноль комментариев, два просмотра. Да, тишина. То есть это, ну вот как вот. Слушай, а под моими видео... Даже мы сделали безобидную передачу про футбол, и мы знали, что будет у нас какашки. И обкакали, меня вообще обкакали, я не знаю. А что ты там сказал такое, что... Да ничего, мы обсуждали. Что ты ненавидишь шахтер? Люди не понимают. Это, кстати, очень непопулярная тема, да? То есть сказать вот последнее время, что ты шахтер ненавидишь. Я смотрел демотиватор, шахтер стоит рядом, министры, и министр дарит цветы ему. И у него написано, это именно то, что я хотел. Шахтер, всаживайся. Конечно, вылез ему букет цветов. Подарили. Да, да. Наверное, круто. Ничего я не говорю. Опять же, зритель не понимает то, что я всего лишь ведущий. Я не болею за какой-то определенный клуб. Может быть, я и болею, но это, опять же, мое личное дело, да? А когда я, например, обсуждаю там Манчестер Юнайтед, или рассказываю там о каком-то... А-а-а, сволочь, в прошлый раз он про Барселону рассказывал. Ты на Бэкхама похож, нет? Я вот смотрю на тебя что-то такое. Такая казахстанская версия Бэкхама. Нет, ну... Бахром тогда. Ну, Бахром. Бахром. Бахром Викторович. Ну, если тебе удобно, то будь Бахромом. Ну, мы же должны... Я как-то вот все-таки Бэкхам. Бэкхам, Бэкхам. Слушай, а расскажи про наш вот этот... Шоу-бисту индустрию. Ты же вот тусишь там, да, как бы весьма долго, весьма много и весьма, в общем-то, успешно. Ты считаешь, что ты входишь в десятку ведущих наших... А как я могу считать вообще? Ну, нормально. Нет, чуть-то ты сразу заднюю начал, собственно, включать. Чуть-то я не считаю. Я веду... Подожди, сколько стоит? Я сейчас... Мы сейчас быстро выясним, это же легко делается. То есть сколько... Вам с комиссией или без комиссии? Ну, давай без пока. Вот, сейчас договоримся. Нет, просто сколько стоит тебя ангажировать на какое-то там мероприятие? Мы по ценнику сейчас определим. Двушка? Ну, двушка это такой твердый, такой хороший, такой... Ну... Средничок. Да, да. Я вот не хотел это говорить, но... Можно и больше ставить, просто я смысла не вижу. Ну, просто не дают. Нет, иногда. Меня продавали и за 4, и за 5 тысяч. Я сам в шоке. Я говорю, ну, ребята... Нет, и к тебе все равно двушку давали. Да, давали двушку. Сволочь, двушку себе цинично, да, прикарманивали. Цены же прозрачные, в основном, в городе. Две-две с половиной, в зависимости от того, что нужно делать. И как, как сказать, вообще часто? Просто я, знаешь, я не пытаюсь сейчас узнать, сколько ты денег в месяц зарабатываешь. Хотя там по неволе, да, потом, когда ты скажешь, сколько ты раз работаешь, несложно на 2 умножить. Обмануть? Нет. Ну, я работаю 5 раз в неделю. Нормально, чувак. Ну, Кайрат Нуртас, он как выступает. И те же дервиши, ребята. Остальные, вся эстрада, они работают в неделю раза 4 на торах. Понимаешь, иногда бывают по 3 точки. Не, я просто вот с одним там хлопцем недавно разговаривал. Он сказал мне, что он 17 раз выступает в месяц. Да, я честно сказать... Это, наверное, был Александр Шумский. Ну, не важно. Не важно там. Нет, есть такие действительно. Просто я, честно сказать, всегда удивляюсь такому количеству выступлений. Ну, потому что, ну, не знаю, я вот одеваю этот на себя, да, такой. Я не знаю, как 17 раз в месяц выступить на публике. Ну, это очень, мне кажется, это подвиг вообще абсолютный, мне кажется. В прошлом году? В прошлом году. Я провел 150 елок. Нет, за месяц я не просто выжился. А у нас технодома было 10 лет. И я вел практически каждую неделю им мероприятия. Я вел общеказахстанский конкурс «Мисс Блондинка». Каждую неделю. В неделю я отводил около трех мероприятий. Три мероприятия. Иногда еще и самолеты. Самолеты. Два самолета в день. Перелеты. То есть, ну, вот в этом году послабее. Ну, в неделю, пятница, суббота. Железно, да? Либо пятница, да. Ну, а ты вообще сам склонен больше к каким мероприятиям? То есть, вот мне больше нравятся какие-нибудь тимбилдинги, да, там вот целый день с народом работать. Потому что можно поиграть. Не, ну, не знаю. Я очень люблю. Мне, не знаешь, что нравится? Что на природе люди больше расслабляются как-то, что ли. Ну, конечно. То есть, природа, она сама очень сильно влияет на людей. Поэтому мне вот нравится людей увозить на природу. Я прям вот, это моя любимая вообще, что я люблю. Потому что в зале, допустим, сложно. Люди выпивают, и они не отдыхают. Они вот целый день где-то работали, а потом пришли, накатили, и с них вот, у них вот начинается наоборот. А есть люди, которые нигде не работают и приходят. И накатывают. И накатывают, да. Не, ну, людей-то много разных. То есть, тебе больше какие вообще близки вот по ведению мероприятия? Я даже не задумывался. Я шарашу и шарашу, да, пока. Ну, оно и правильно, пока молодой. Все нравится. Я не могу сказать, что там, просто каждое мероприятие, оно же, ты подходишь к нему, там, с душой индивидуально что-то там думаешь. Ну, ты вот готовишься же к ним, да? Вот сколько ты готовишься? И как? Вот это интересно. Я все время переживаю. Нет. Потому что те, у кого я веду, да? Нет. Переживать как минимум надо, потому как на наших мероприятиях могут и бороду добить. То есть, это понятно, что ты переживаешь. Нет, ну, вот сам процесс подготовки. То есть, ты садишься, визуализируешь, что ты будешь говорить. Или это у тебя уже автопилотом порет? Нет. Как там вообще? Каждый же разный, там, каждый раз какие-то шутки стараешься новые. Каждый раз же тема разная. Разная тема, разный подход. Наверное, у нас обычно за неделю сценарий есть. А вот сценарий, а за тобой есть какая-то инфраструктура? Потому что за вот уже такими ребятами, кто серьезно много работает, да? Там за ними, как правило, ивент-агентство какое-то там стоит, которое куча помощников, которые прорабатывают сценарии, обсчитывают это все, да, там, может быть, дают других каких-то артистов, там, берут деньги, да, потому что, ну, сам Фима Иванов, он не может же деньги в руки брать. Там у каждого артиста должен быть директор, да, или ты сам по старинке. Нет, ну, у меня тоже есть директор. По старинке? Да давайте мне уже. Ну, многие звонят и напрямую. Ну, как, это все зависит от того, какая сложность. То есть иногда же бывает то, что часто ты помогаешь там своим друзьям что-то, тогда ты сам делаешь. А так чаще всего, конечно, тебе все будет. А вот где... Просто ты предлагаешь идеи какие-то. Креатив сам какой-то придумываешь, да, или у тебя есть какой-то чел такой специальный, да, к которому ты приходишь, говоришь, там, Васек, надо вот загенерить там. Обычно сами. Ну, как, команда есть, которая... Ну, вот есть... Да, конечно, один человек придумывает хорошо. Я же что, вот, и пытаюсь из тебя выудить, да, что есть уже целая инфраструктура, да, такая, которая работает, вот, у нее есть хедлайнер, как бы Фима Иванов, да, ну, а у многих же есть, да, есть у Ромки Альманского, там, агентство, да, там... Которое продает все время его, потому что в доме не работать? Нет, ну... Но у меня нет агентства. Это нормально, что агентство Альманского продает Альманского страны, если бы оно тобой торговало, да. Нет, у меня нет агентов, я как-то, мы больше, наверное, вот, все-таки к телевидению туда. Я там хочу. Ну, а ты вообще, вот, да, как видишь развитие, вот, дальнейшее? Ну, вот сейчас получается, что ты плотно у нас в телевидении, ты у нас как ведущий уже состоялся, нормально работаешь, тебе это нравится, как... Ну, а что дальше? Не думал об этом? То есть у тебя мечта есть? Фима, Фима, я вас хочу спросить, у вас есть мечта? Домик в горах. Домик в горах, ну, это, видимо, деньги, да, надо заработать? Ну, домик в горах у нас, да, надо нормально денег заработать, чтобы... Ну, смотря где, но тем не менее, да, то есть, как ни крути, там, как минимум надо 200 тысяч, да, там, то есть... Ну, это прям, да, такой мини-минимум. Ну, такая дачка, да, какая-то такая покосившаяся... Это земля. Земля, земля. Не, ну, ты куда-то замахнулся там совсем, то есть... Хочу отдельно, нет, у нас, если там строить даже проблематично, там, то воды нет, то еще чего-то в этом роде. Я, вот, ты говоришь, там, как я состоялся, я не знаю, как... Я же не могу себя оценивать, да? Ну, почему бы, собственно, нет. Ну, а как я могу оценить, сказать? Не, ну, погожи. Я, вот, я лучше, чем рендаться фарбулом. Не, 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 ну, это неправильно. Лучше, хуже, вот это сложно, да. Но мне вот один умный дядька, как бы, сказал, что ты стоишь, сколько, сколько тебе платят. То есть, смотри, если часто тебя приглашают на телевидение, ну, значит, ты востребован на телевидении. Это вот простая логика. Если тебя часто приглашают быть ведущим, ну, значит, ты уже состоялся как ведущий. Ну, вот. Но я сейчас задаю какой вопрос. А что по этому поводу думает сам человек, которого приглашают, который, там, не вылазит, там, с ящика, да? То есть, ну, дом хочет, это понятно. Вот. Чего? Чего-то я не то, да, спросил? Выяснилось, да? Я вообще хочу, вот лично моя мечта на телевидении, я хочу прям какое-то такое шоу, вот шоу именно. Под себя такое вот большое, интересное, да? Неважно даже, оно может быть не столь большим там зрителям, оно должно быть просто интересным. И, может быть, я не дорос, может быть, там, наши инвесторы какие-то, либо телеканалы не доросли, может, опять же, бояться чего-то, потому что, когда говоришь, вот такое. И у нас есть еще какие-то задумки, небольшие проектов, я их хочу реализовать. Это вот на ближайшее какое-то будущее, потому что уже скоро мы запустим их, пока не буду рассказывать, что это, но я думаю, довольно интересно будет. Это ТВ-версия. ТВ, да, все ТВ. Ну что ж, я прям узнал все, что я хотел. А, Фим, давай сделаем следующим образом. Я тебе пожелаю всяческих успехов на твоем поприще. Я думаю, что самое главное, ребята, как говорится, вот духом не стареть, да? То есть, как был ты вот этим электроником, да, там, безбашенным. Ну, я думаю, тебя вот этот, твой путь, вот, я думаю, многим людям будет интересно, да, как вот этот мальчик-мажор продавал курицу с кровью, да, и там стоял в Приозерске в маленьком магазинчике, торговал с 9 лет. То есть, я думаю, люди после этого как-то по-другому это все увидят, да, то есть, хотя, вот, нужна ли им такая история, да, то есть, вот, вот это, может быть, им это не надо, ну, да сделали, да сделали уже, что тебе, поздно, Маша, пить брожжомик, это почки отказали. А тебе же, я желаю просто, вот, сложно идти, этот путь такой сложный, я думаю. Ты заметил, кстати, что он такой какой-то необычный. Там много вопросов возникает. Да, они всегда, везде, да, тем не менее, все мы в этом так или иначе разберемся. Конечно. Вот, так что давай, Фима, ты дизели дальше, давай, мы будем тебя смотреть, читать, стихи не забывай, вот, главное, чтобы Лира не ушла. Ну, да. Наступает какой-то момент, когда стихи перестают быть слышны, вот, чтобы он у тебя не наступил. Давай, Фима. Спасибо большое. Удачи.